Детки, сегодня мы сделаем четвертый выпуск рубрики Полный контрец. Изначально поставь лайк, надеюсь тебе это видео понравится и поддержи канал, соответственно, подпиской, если ты не подписан. Напоминаю, что есть еще и гайды для спонсоров. Подпишись, смотри гайды. Начнем. Рубрику мы проведем как и раньше, смотрите, я ее буду как в пример ставить на ГВшке, но на захвате не так удобно. На ГВ мне всегда удобнее. Сегодня, как вы поняли, с картинки, так и название мы сегодня рассмотрим Фена, Фэньяня, короче, Панду Ветра. Так, то как называют его. В общем, сегодня Панда Ветра будет курироваться и просвещаться. Будем ее пытаться контрить, но для начала, чтобы ее законтрить, нужно знать сильные и слабые стороны этого персонажа. Давайте пройдемся по всему персонажу, сделаем небольшой на него, ну не гайд, конечно, а просто пройдемся по скиллам. Чем же персонаж так силен? Скажу так, что этот персонаж, мне кажется, в данный момент в пятерке самых-самых must-have востребовательных персонажей игры. Но пятерку можно разделить на пятерку общую, пятерку PvP и пятерку PvE. Вот если его взять, он в пятерке PvP. То есть это самый имбалансный, один из самых топовых, самый тащибельный, называйте его как хотите, супер-мега-адский пупсик персонаж. На нем есть разные костюмчики, так что можете поиграться. Мы, я еще помню, панду ветра разыгрывали, точнее водяную, именно фигурку. Так вот, о персонаже. С первого скилла, если коротко, он бьет три раза и с каждой атаки можно закинуть раскол на броню. Следовательно, раскол на броню снижает броню на 70%. То есть это существенно увеличит урон по персонажу. То есть очень сильно. Поэтому это полезно. Тем более он еще и может с контратаки это делать, чему способствует его второй скилл. КД три хода, как видите, когда он уезжает второй скилл, он снимает себя абсолютно, да что ж с этим носом, все дебафы. Все снимает себя абсолютно. И после этого он накидывает на себя баф контратаки, который действует два хода. И на всю команду, в том числе на себя, он кидает крест на два хода, который подхиливает по 15% каждый ход. То есть за два хода 30% хильнет себе и сопартийцам, которые получили крест, этот баф креста. Но дебаф креста, конечно, контратат хил, тоже будьте бдительны. И третий скилл, что делает третий скилл? Увеличит вам урон. И самое главное, что когда бьют вашу панду, он себе пополняет 20% атакбара. Не работает на мультиатаку. Что это такое? К примеру, вас бьет Теомарс со второго скилла три раза. Вы себе пополните один раз 20% атакбара. Не 3 по 20, а 1 по 20. Еще, эта пассивка до сих пор баганая. Даже если вы фэньянем бьете по персонажу, у него в этот момент срабатывает контратака. На пассивке или на скилле, на некоторые скиллы не работает, но это долго обсуждать. Но зачастую работает как? Вы фэньянем бьете монстра, у него срабатывает контратака, он летит вас бить в ответ, у фэньяня пополняется атакбар. Не должно работать так, по всем канонам, я не знаю, назовем так, физики этой игры, так не должно быть. Это баг, и это уже комтуасами чуть бы не официально вот так вот выставлено, но их объяснение простое. Это себя зарекомендовало неплохо, они не считают, что это сильно мешает балансу игры и все такое, поэтому типа оставим как есть. Ну короче, знаете, когда комтуасы принимают или воспринимают какую-то фигню как багом, они в дальнейшем называть это становится фишкой. Вот фишка теперь это, называют это фишкой, это классная фишка. Конечно, я как обладатель фэньяня зачастую рад такой фишке, но когда ты атакуешь и бьешь фэньяня, это проблема бывает, так что это тоже учтите. Не на все скиллы контратакуют, не забывайте, к примеру, камень Гоги, который кидает со второго скилла, на это контратаки нет, если что, вот со второго скилла я имею ввиду. Так что вот, он себе пополняет атак бар и увеличивает урон пропорционально своей защите, плюс и он, еще и пассивка дотачивается странно, но дотачивается. Самый главный его скилл это, конечно, второй и первый. По сути дела, активный скилл для дамаги только первый, но с него он неплохо наваливает. Если ваша панда бьет там 2-3 тысячи в раскол с первого скилла, это достойный урон. Панда не в уроне своем, фишку свою держит, а в том, что она танк и во всем в плюсе. То есть, смотрите, персонаж максимально самодостаточный на ГВ, на захвате и даже в лабиринте, если нужна его лидерка. Как пример, персонаж, первое, максимально жирный, посмотрите, у него одна из самых больших баз по защите. Достойная база по ХП, то есть это не 8, не 9 тысяч, это 10-200 для защитного персонажа, то есть это много. Дальше, у персонажа есть раскол, и при этом он его часто действительно закидывает. Ну, если вы там сделали хоть какое-то количество точности, плюс у вас фулл скилл. Третье, у персонажа есть хилл как себя, так и всей команды. Четвертое, у персонажа есть контратака, что еще существенно увеличивает его урон. Пятое, у персонажа есть такая штука, как клинс, он может себя все поснимать. То есть, клинсить себя все дебафы. Ну, кроме стана, так как вы не сможете, конечно, заюзать скилл, это логично, я думаю, вы прекрасно понимаете. Ну, и третий скилл, который дает ему возможность еще чаще ходить, еще больше урона наносить, и самое главное, быстрее и чаще юзать второй скилл. Это люто бесит в совокупности, но еще одна, там шестая или седьмая фишка, это лидерка. Топовая лидерка, фактически топовая, на защиту. Тем более, она дает 44 всем, ни ветру, ни огню, ни воде, или там каким-то, не знаю, персонажам. А именно, вот ты поставил панду, все получают 44%. Напоминаю, лидерки работают от базы, но этого тоже достаточно. 44% от 800, математика проста. Соответственно, этот персонаж дико раздражает, особенно в Виоленте, хотя я видел панду и в Ампирике, и в Деспайере. В чем я еще не увидел, но во всем остальном не особо панду спалишь. Вот в Ампирике и в Деспайере, это, наверное, самые веселые панды. Теперь, то есть, о силе персонажа, вы поняли, да, чем персонаж силен. Рассмотрим теперь слабые стороны персонажа. То есть, сильные стороны ясны, понятны, персонаж жирный, персонаж достоин стоять в защите, так и используется в атаке. Он умеет держать урон от всяких перн. То есть, зачастую, если одеть одинаково панду ветра и перну, панда ветра всегда раздерет перну, всегда. Сколько бы там перна ни ходила, ничего не поможет этой вонючей перне. В одинаковом по классу рунах и общих статах всегда панда будет сильнее. Хотя, вроде бы, ветер выигрывает у огня. Странно, но так оно работает. Все-таки, как ни крути, даже из противоположных, иногда некоторые контр-персонажи. Ну, к примеру, возьмите одинаково одетую Камиллу и возьмите Люшена. Камила раздерет Люшена. Люшен не успеет убить Камиллу. То есть, одинаково по качеству одетых. Ничего не сделает Люшен Камилле. Особенно, если Камиллу полностью зарядить в ХП. Она по тысяче урона заковыряет Люшена. И она быстрее будет выхиливаться, чем Люшена несет урона. Ну, как-то так, вы поняли. Так, дальше, продолжим. Теперь по поводу самой контр-персонажа. Мы выставим его в защиту, как бы, да, и будем пытаться его лохматить. И эта рубрика не классическая пати, это полный контрец. Напоминаю, не путайте рубрики, так, чтобы вопросов не было лишних. Мы выставляем панду и пытаемся ее убить. Слабые стороны этого персонажа. Так как, особенно новички, да даже и среднячки, и некоторые топы, видят, что персонаж защитный. Следовательно, персонажу делают огромное количество брони. Я не знаю, зачем это делают. Я горжусь своей пандой, что мою панду не каждый бульдозер пробивает. И даже мой, как вы сейчас увидите. Но специально нужно деф выставить. У меня есть на захвате деф, который выглядит что-то типа Школьник воды, который дает 44% хп, Панда ветра и еще кто-то. То есть, Школьник дает как раз недостающую лидерку на хп. И тогда моя панда выживает. Зачастую в одинаковых рунах бульдозер всегда выносят панду. Вот. Это типа нормально. Но не в этой ситуации. Почему? Потому что в игре очень сильный дисбаланс. Некий, в хорошем смысле дисбаланс. Вели артефакты. Потому что с ними можно некос персонажем так защитырить, что его будет крайне сложно убить. Вот крайне, крайне, крайне. Приведу вам пример. Давайте выставим в защиту какого-то огненного персонажа. Ветреного. Давайте поставим его. Да. И. А, господи. Сейчас. Да, вот так. И попробуем затестить на нем бульдозера. Да, давайте выставим сюда. И посмотрим в традиционной пачке с бульдозером. Вот так вот затестим. Да. Через его лидерку. Не будем ставить сюда какую-то паладиншу огненную, лайку. Чтобы не читерить на лидерке. То есть смотрим сколько обычный персонаж, ветреный, получает урона от бульдозера. Если что, огненные больше получают. 26 700. 26 800. То есть, ну, 26 с половиной тысяч. Если округлить. Теперь смотрим сколько получает панда. В этой же благополучной ситуации. Так, где наша панда Реновна? Так, теперь бьем панду. Как вы поняли. Самый простой. Если видео свести к одной секунде. Ребята, всем привет. Панду убивайте сквозь броню. Пока. Все такие. Спасибо за гайд. Аракис, вот тебе лайк. Но, так было бы неинтересно. Соответственно, этого персонажа контрит урон сквозь броню. Есть такая механика в игре. Сквозь броню, которую наносят персонажи. Их много. Есть некоторые, которые при каком-то условии наносят урон сквозь броню. К примеру, Рэгдолл, Лео. Когда у него остается меньше 30% хп, он может сквозь броню пробить. Есть персонажи, которые дефолтно бьют сквозь броню. По типу, к примеру, Бульдозера. По типу Люшена, Аберона, Калли, Снайпера. Я имею ввиду Снайпера воды. Тару и прочее. Сейчас мы это все, естественно, проверим. Да посмотрим, кто будет хорошо контрить. Наносим урон теперь. Смотрите, да. Уже 23 300. То есть мы сняли больше 3000 урона. Из-за чего? Потому что стоят два артефакта. На антикрит и с защитой от огня. А теперь, если этой панде сделает процентов 25 от огня, то мой Бульдозер уже не пробивает панду. Уже все. Облом. Сейчас у панды защита всего лишь 11, то ли 12%. Но 25 хватит. 25 это не так много. У меня в старых артефактах у Ретеша есть 25% защиты от огня. Но тут артефакт не подходит панде, потому что панда защита, а Ретеш хпшный персонаж. Понимаете, да? То есть он не подойдет. Я бы давно поставил бы сюда на эту панду. Не хватает. Либо панде поднять еще на 2-3 тысячи хп в плюсе. Но это уже сложно будет сделать, потому что и так статы сильные. Давайте проверим, кем еще можно. Берем банально... Ну, самый бюджет, да? Самый бюджет, как раскатать панду, если там, не знаю, она одна стоит. Или вам так удобно. Берете Канамию и берете банально Калли. Я думаю, тут проблем вообще нет никаких. Смысл понятен. Ой, у меня, по-моему, Канамия не одета. Сейчас Калли походит первая, походу. А, даже... Ладно, сделаем так. И сейчас Канамия зальет, вы поняли? Ну, простите. Вот так вот. Теперь делаем вот так. Видите, да? И мы набретаем на что? Обрели фейл. Видите? И сейчас, если панда... Ну, давайте даже проведем бой, как будто мы там, не знаю, деремся дальше. Так, подхиливаемся. И смотрим, раскатаем ли мы панду эту. Видите? Можно нарваться и на такую панду. Так, давайте вот так сделаем. Попробуем застанить. Нет, не застанили. Я вроде стараюсь специально не фейлиться. Но сейчас, если мы второй... И добиваем, да? Все, ну ладно. В принципе, вы поняли. Но все равно можно зафейлиться. Ведь зачастую панда не стоит одна. А в этой ситуации вы не убиваете панду. Вы не шотаете. У вас вот такие глаза, как у меня. И вы такие... Оу-оу-оу-оу-оу! Полегче, панда! Вот. То есть панда, у которой 40 тысяч хп, это норма. И 45 это норма. То есть у моей панды выходит около 44-45 тысяч хп в защите. То есть это более чем достаточно для среднестатистической панды. Еще. Есть персонаж в игре такой, как Коппер. Но давайте проверим, сможем ли мы пробить Коппером нашу классную панду. Давайте возьмем бульдозера. Только вот даже под лидеркой бульдозера, но зальем Коппера. У моей панды мало защиты. Но мы посмотрим, хватит ли этого. Так как у панды лидерка на защиту сейчас. База хорошая. И бонус хороший от рун. Ну и плюс здание ГВ и здание арены. Тестим моего Коппера. Коппер не самый слабый, уверяю вас. И хватит ли Копперу. У Коппера в чем фишка? Он должен иметь на 50%, соответственно. Вот игнорирует защиту врага, если она составляет менее 50% от защиты монстра. Понимаете, да? То есть вы должны доминировать по броне. У вас должно быть больше брони на 50%, чем у панды. Смотрим. Ну мы сейчас под бафом, нам проще. Видите, мы пробили. Но добавь моей панде буквально 100-200 брони. Так как у моей панды 1100 всего лишь брони. Все. Мы уже панду не пробиваем. Поэтому вот сейчас я рисковал. Как бы это необычно будет, а все-таки просто под запись. И соответственно бью свою же панду. То есть я не особо рискую. Но если бы это была бы катка на ГВ на захвате, я бы скорее всего сейчас зафейлился. Вот вы понимаете. Да, так лучше не делать. Копером пытаться пробить панду ветра. Но это у вас должны быть либо вот такие яйца, либо что-то с мозгом не так. Ну типа крайне редко ваш копер пробьет чью-то панду. Я бы не пытался. Но это как пытаться люшеном пробить, я не знаю, дракона света. И надеяться, что ваш люшен его шотнет. Ну типа тоже глупо. Или брать одного люшена против такого дефа, слабого люшена, который даже 10 тысяч карты не кидает. Против дефа паладинша, перна и ретеш. Ну типа люшен ничего не сделает этому дефу. Абсолютно ничего. Он там половину хп потрепает и все. И они все отхилятся. Вот точно так же брать копера против панды. Кто еще может зайти? Вот буквально недавно встретим. Мы тестили. Правда сейчас урон будет немножко не такой. Мы тестили такого персонажа как Тару. Ну давайте возьмем его банально с канамией. Или не с канамией, потому что с канамией вы видели какая быстрая. Возьмем сюда бастет. Бастет, я думаю, достаточно будет. Чтобы не дергалась на лидерку. Берем Тару. Это самый, наверное, самый-самый бомжатский, самый примитивный персонаж, которого может достать кто угодно. Потому что этот моб есть в СДшке, он всего лишь 2 звезды. И одеть его достаточно легко. У него хорошая база по скорости. Но у него ничтожная база по атаке. У него очень мало атаки. Всего лишь 604 или 602. Очень мало. Ну для 2 звезды типа чего от него ожидать. Зато у него бонус 50% шанса крита для третьего скилла. И мы делаем что? Сквозной удар. Он пробивает сквозь броню всегда. 58К. Этого за глаза. Ни одна панда не выдержит урон. Разве что панда будет одета хп, хп, хп. Я не знаю зачем. И иметь 0 брони. Тогда такая панда будет не наносить урона и будет вздыхать просто от обычного урона. В общем вы поняли. 58 за глаза. Но этого Тару мы вчера тестили. Когда мы били обычного персонажа без артефактов. То Тару под лидеркой и под двумя боевыми духами он наносил 67 тысяч. 67 тысяч бьет 2 звездочный персонаж. Это больно. Спасибо за фулу. В общем вы поняли. То есть персонаж как бы тащит. Инфа сотка. Дальше. Кого еще сюда можно взять? Ну всяких там. Абирона вы можете взять. Давайте возьмем к примеру Люшена. Затащит ли его Люшен. Берем Бастет. Или там Канамию. Меган. Кто у вас там. Ну то есть бафер на атаку. И добираем Люшена. Возьму чуть-чуть более дамажного Люшена. Этот слабее. Этот дамажнее. Но медленнее. Но это не важно. Потому что панду мы все равно обгоним. Панда еще и в защите бывает мега быстрая. То есть 140-150 скорости в плюсе. Вот посмотрите. По скоростям. Видно да? Что Люшен явно не дотягивает. Хотя это быстрый Люшен. Но панда походит раньше. Поэтому мы ускоряем Люшена. Люшен в любом случае походит. И мы. И мы наносим урон. Смотрим. По 12, по 13. Видите? Мне не хватает урона. 13 тысяч не хватает. Если бы мы взяли Бастет с двумя боевыми духами. То есть это видите подтверждение. Нет боевых духов. То возможно. Да не, не убили бы. 16 процентов атаки всего лишь. Чтобы не хватило. Видите? То есть у панды еще хороший кец хп. То есть панда себя нормально чухает. И вот сейчас мы бьем панду. И она подхиливается. Смотрите. И уже мы скорее всего панду и не убьем. Ну могли бы сейчас раскол кинуть. Или. Ну видите да? То есть традиционная панда. Которая навиолентила. И хрен ты ее сейчас убьешь. Сейчас он опять склинтится. Смотрите. И после этого еще и виолентит. Классика. Вот. И он начинает тебе крашить хп. А там если это в дестрое панда. Ну возможно мы сейчас выиграем. Да мы выиграли. Но все же. Понимаете да? Это ситуация 2 против 1. А там же зачастую не только панда стоит. То бишь. Панду можно контрить уроном сквозь броню. И еще самая главная фишка. Которую наверное многие кто смотрит это видео задумались. А есть же еще фишка как контрить панду. Правильно. Панду можно их всего 3. Первый урон сквозь броню. Скажем так физический. Что такое физический урон сквозь броню? Это Калли. Это Люшен. Это снайпер водяной. Ну водяным снайпером я бы не рекомендовал бить по ветреной панде. Потому что это как бы не особо адекватно по стихии. Но все же вдруг у вас яичишки большие. Тестируйте пробуйте. Но я бы не стал. В общем урон сквозь броню физический. Есть урон сквозь броню магический. Ну как я его называю. Или как многие его называют. Соответственно. Это всякие бомберы. Берем к примеру банально Сиару. Да Сиара тоже неплохо может законтрить этого поросеночка. Но Сиара даже под бафом атаки далеко не всегда шотнет панду. Ну разве что вы там две бомбы накинули. Но в чем проблема бомбера? Если у вашей Сиары нет чем взорвать. Панда банально может снять эту бомбу. И все. Понимаете? Поэтому бомбам против панды я не доверяю. Бомба может банально не залететь. Поэтому это магический урон сквозь броню. Я ему не доверяю. Поэтому я бомберами почти никогда не играю. Потому что им доверять это себя не уважать. Как-то так. Это второй вариант. Там уже судите сами. Всякие разнообразные бомберы по типу Довара. По типу Малаки. И всего остального. Сиары и всякого этого говна. Оно тоже неплохо взрывает. Есть третий вариант. Как контрить панду и подобных персонажей. Это соответственно хаос урон. Так называемый. Это соответственно у нас либо Арник. Либо это там какая-то Икару. Вот соответственно. Либо можно взять сюда еще. Есть Мистер Шляпа. Огненный. Он может. Точнее темный. Он может сбалансировать хп. Допустим минус 80% хп слить к какой-то цели. Это тоже неплохо. Но. Это не так хорошо работает. Но давайте я вам покажу пример. Даже возьмем их двоих. Еще можно конечно взять Гоги. Если взять Гоги. Один на один пандон. Конечно любой наверное шотнет. Это неинтересно. Это можно было изначально обсудить. То есть Гоги тоже наносят урон сквозь броню. Но. Но это даже не урон сквозь броню. Это урон от хп. То есть это чистый хаос урон. Кто играл в Варкрафт. Да. Тот понимает что такое хаос урон. Который. Скажем так. Игнорирует броню. Какую-то там стихийность и прочее. Следовательно. Давайте даже возьмем эти два персонажа. И увидите что они даже вдвоем. Панду не особо быстро возможно и убьют. Панда походила первая. Даем целебный мрак. Мы сносим больше половины хп. И сейчас незаметно что больше половины. И мы даем ульту. Еще и от Арника. Смотрите он выживает. Видите. Поэтому это не очень контрит. Но если как говорится у вас нет урона физического сквозь броню. У вас нет бомберов. То это хоть какая-никакая броня. В этой ситуации ваша соответственно Икару. Как и ваш Арник. Он игнорирует такое понятие как броня. Вот этой панды. Но они вдвоем не игнорируют к примеру стихийную защиту на артефактах. У вражеской панды или у вашей панды может стоять защита от огня. Это вполне логично. И она помогает от урона такого как соответственно. От всего урона короче. От всего огненного урона поможет. От бомбы по-моему не поможет. Честно не тестил. Там проверяйте сами. Но к примеру у панды стоит защита от тьмы. Уже панда меньше потеряет хп. Защита от огня меньше потеряет. Как-то так. Но это все же лучше работает против панды. Чем даже физический урон сквозь броню по типу люшена. Поясню почему. Допустим если вы панде поставили защиту от ветра. Допустим там 15-20% защиты от урона ветра. И еще поставили в одном либо в двух артефактах. В сумме сделали 10% антикрита. То есть когда по вам критуют наносят меньше урона. И это все в сумме работает. Но в этой ситуации антикрит не работает. Даже если вы на панду бафните. Баф антикрита. Тоже не будет работать. Видите. Поэтому тут нужно размышлять. В какой ситуации. Что будет лучше. То есть нужно все эти механики понимать. И как бы не знаю. В какую-то долю секунды. Понимать что в данный момент. На гв на захвате. Либо еще где-то. Там может панда и на арене стоять. Или там может в хелл башне. Вы будете понимать. Как ее законтрить. В первую очередь. Нужно знать скиллы персонажа. Что он может сделать с вами. Когда вы на него нападаете. Второе. Вы должны понимать слабую сторону. Этого персонажа. И искать из своего. Своего зоопарка персонажей. Того либо несколько персонажей. Которые могут как-то законтрить. Но опять же. Панда Ветра редко стоит сама в защите. С ней стоят еще два персонажа. Поэтому тут уже нужно думать. Вывозите ли вы по скоростям. К примеру стоит панда. Шарик воды. И еще кто-то. К примеру перна. Иногда такие дефы встречаются. И вы понимаете. Что у шарика воды может быть плюс 200 скорости. А ваша какая-то Меган. Либо Канамия. Плюс 150. Она тупо не походит первая. Ходит вражеский шарик. Станет вашего. К примеру Лешена. Либо Кали. Либо кого-то. Кем вы там пошли. Или там станет вашу Меган. Она не может бафнуть. И все. Следующие ходите не вы. А ходит панда. И допустим перна. И выносят вам какого-то персонажа. И вы такие типа. Эээ. Я же должен был походить первым. А шарик показывает вам палец. Ну типа говорит. Нет. Мой маленький прыщавый задрот. Я похожу раньше тебе. Так что тут тоже. Будьте бздительны. Но это уже тематика классического дефа. Или классической пати. А здесь мы рассматриваем на полный контрец. Поэтому. Итак. Подведем итоги. Панда. Очень сильный персонаж в защите. Так и в атаке. То есть имба. Имбушечная. Но каждой имбе. Можно найти ключик. Даже двухзвездочный. В виде Тару. Который легко шотнит эту имбу. Понимаете да. То есть топовый персонаж. Топовый первачьи игры. Может упасть от банально вонючего двухзвездочного персонажа. Этим и хороша эта игра. Потому что когда ваш мозг используется по назначению. То в этой игре вы будете царить. Добожить. Каким вы там донатным или не донатным не были. Это только будет зависеть от того количества персонажей. И рун. И всех ресурсов. Которые находятся на вашем аккаунте. За какой-то промежуток времени. Второе. Вы должны понимать силу персонажа. Что он сможет с вами сделать. Вдруг что-то пойдет. Как говорится не так. Третье. Вы должны осознавать. Что мета игры поменялось. В игру довели. Добавили артефакты. И раньше когда казалось. Зачем нужно сделать Люшен. Зачем Люшену делать урон. Типа 15 тысяч с карты. Чтоб он выносил чисто какую-то панду. Если ни у одной панды. И якобы нет там 45 тысяч хп. Сейчас уже так не скажешь. Сейчас. Как и в защите. Монстры стали сильнее за счет артефактов. Так и в атаке. За счет артефактов. Но атакующие артефакты всегда будут в сумме сильнее, чем защитные. Я не знаю. Это видимо норма. Как бы кумтуасы сами уважают больше дамагеров в этой игре, чем защитных персонажей. Даже посудите. В игре до сих пор нету такого понятия, как баф на хп. В игре есть баф на защиту, дебаф на защиту. Баф на атаку, дебаф на атаку. В игре есть дебаф на хп. То есть некий дебаф. Это вот краш хп. Видите? Вы можете понизить максимум хп. Но в игре нету бафа на хп. Всякие лидерки и прочее не считается. Потому что там есть и на защиту, и на все. То есть до сих пор в этой игре танки, как ни крути, унижены. Я так считаю, что баф на хп был бы неплохим. Работа его банально проста. Как баф на защиту. У твоего персонажа 2000 защиты. Ты кинул баф на защиту, получил еще к примеру 1000. Ну так, грубо говоря, да? У тебя 40000 хп. Получил баф на хп. Получил еще... Я не знаю, сколько баф на хп должен добавлять. 10, 20, 30% хп. Тут уже комтуасы сами могли бы посчитать. Но это был бы приятный бонус. Особенно для танков. Ты понимаешь, что ты своим копером вносишь 60 тысяч урона. Ты убиваешь ретеша. А ретеш получил баф на хп. Там какой-то саппорта. Либо еще как-то. Либо даже руны какие-то ввести. На именно дополнительное хп как-то сверху. Хотя они такие и есть. Но все же. Вот что-то в виде типа купола, но не купол. Именно баф должен быть это. Купол. Шилд вот этот. Не считается бафом на хп. Это не то совершенно. Это абсолютно не то. Вот. Он пробивается и соответственно и все. Его можно снять. Хоть и баф можно будет снять. Но это другая механика. Соответственно этого не хватает. Как-то так. И третий да там какой пункт или четвертый. Четвертый пункт нужно иметь в своем запаке персонажей, которые могут контрить подобных мобов. Потому что вам может встретиться сегодня панда ветра. А с пандой ветра может стоять еще архангел огня. А он такой же тонкий зачастую по хп, но жирный по броне. И вы его тоже можете щелкнуть какой-то калли или уже снайпером. К примеру стоит в защите панда ветра, арх огня и какой-то ну такой себе простой саппортик, который не быстрый. Ну допустим там арх воды, который может хильнуть эту команду. Вы заходите в катку. У вас Меган, калли и допустим там снайпер водяной либо тару. Меган заливает всех, да, дает баф на атаку. Калли убивает к примеру панду, снайпер или тару, или там наоборот смотрите, убивает арха ветра. И остается арха воды, который со своего первого скилла никого никогда не убьет. Вот и все. И вы просто кулдауните скиллы и убиваете этого вонючего арха, который уже ничего вам один не сможет сделать. Вот так вот контриться подобные дефы. Надеюсь рубрика зашла. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жду вечером на стрим. Если нужны услуги консультации, чистки рун, переодеть персонажей, раскачать какой-то аккаунт там до каких-то небес. Или до десятого гиганта, обращайтесь. Также, если вы хотите купить аккаунт, либо продать, я могу дать рекламу того, что вы... Если вы продаете аккаунт, вы просто мне кидаете скрины, пишете сервер. Да, я даю рекламу либо на стриме, либо в нашем телеграм-канале. Вот у нас есть телеграм-канал, в котором я иногда даю рекламу. Вот, к примеру, вверх можете пролистать. И здесь я давал рекламу. Вот, видите, человек продавал аккаунт. Вот, уже он его, по-моему, продал, я не знаю точно. Соответственно, я дал рекламу человеку в личку. Вот, сразу начали писать. Как-то так. Вот. И если вы, наоборот, хотите купить аккаунт, вы должны мне написать в личке ВКонтакте, Телеграме, Вайбере. Ракис, меня интересует такой-то, такой-то аккаунт с такими, допустим, персонажами, с такими-то рейтингами и все. Я это все копирую. Соответственно, оформляю пост или на стриме говорю. И вы быстрее, явно быстрее найдете себе покупателя, либо, наоборот, продавца. Обменяться аккаунтами тоже могу. То есть, ну, не я с вами, а именно с кем-то тоже пишите. Также в нашу гильдию мы ищем людей, которые играют на глобале. Если вы играете на глобале и вы тянете рейтинг рубин на ГВ на захвате, то есть вы там нормально воюете, вы нам подходите. Если у вас есть гильдия, которая распадается, либо у вас там мало активных игроков, то есть у вас есть костяк там из 3, 5-10 человек сильных, мы можем 2 гильдии с вами объединить и сделать одну более достойную гильдию. Потому что и у нас есть гильдии, извините, тормоза, и у вас есть гильдии тормоза. Это нормальная практика. Можно сделать из 2 гильдий, собрать самых активных игроков и играть вместе. То есть будем, скажем так, по силушке собираться. Жду вечером на стриме. Если нужно что-то, пишите вконтакте, телеграмме, вайбере. До встречи. Пока-пока.